Здравствуйте дорогие друзья! Всем привет! Мы вас приветствуем из Объединенных Арабских Эмиратов, Эмират Аджиман и за нашими спинами находится отель Аджиман Тарай Лакшери Коллекшн, это отель входит в группу Мариот, по-моему уже отеля 10 лет если не ошибаюсь, но это видео мы хотим посвятить обзору от этого отеля, пройтись вместе с камерой по кругу, по всей территории, показать, что таких вот видео именно про отель, что где находится, мы пока не нашли и решили, что те, кто выбирает, наверное, будет полезно в виде полностью всю территорию, полностью что где находится, что включено, спа, тренажерный зал, ресторан, в общем полное-полное видео про отель, начиная с входной группой и вот дальше. Предлагаем пройтись прогуляться по отелю вместе с нами. Пойдемте. Входная группа получается, ну как заезд в отель, здесь заезжаем, встречает нас отель, центральное здание и идем в зону лобби, в зону ресепшн. Единственное, что большие автобусы сюда не подъезжают, они останавливаются вот там вот, да, у дороги, поэтому здесь очень низкие потолки, скажем так, поэтому приходится идти сюда с чемоданчиком, но уже вот здесь обычно встречают носильщики и чемоданчики забирают. Вот такой вот отель красивый и идем с вами внутрь. Да, здесь видите, коняшка стоит, ее натирают и заходим внутрь, проще будет жара и можем запотеть. Зашли вовнутрь, получается входная группа очень красивая, смотрите, какая иллюстра потрясающая. Да, можно посидеть, отдохнуть, особенно когда удобно, когда вы ждете, чтобы вас какой-то трансфер забрал, вот можно вот здесь вот посидеть. Вот. Можно вот так вот. Это наши знакомые познакомились, они уже уезжают в Беларусь. Как вам отель? Расскажите. Ну вот, в двух словах. В двух словах отель, вот, сухо. Объехать в Борево, а вы еще круче. Нет, если брали сюда, если вместе с вами, то он же сухо. Теперь в следующий раз пойдем. Обязательно. Обязательно. Девчонки, с вами встречаемся. Да. Привет, Наруси. Главное, не забудьте с собой дядя Сидор. Нет, у меня нет. Вот, это получается консьерж. Здесь можно заказать себе трансфер до Дубая. Дубай Мол входит трансфер ежедневно, кроме вторника, можно дойти. Это зона уже ресепшн. Вот. Здесь у вас чек-ин, чек-аут происходит. Три лифта работают на этаже и на верхнее к номерам. Сюда, если пойти, то будет центральный ресторан, где проходят завтраки, обеды и ужины. Вот такой большой ресторан. Отдельно еду, завтраки, обеды, ужины мы показывали в своих ежедневных видео, как мы отдыхаем в этом отеле. Если кому-то интересно, посмотрите, зайдите на канале, они есть. Дальше идем, поворачиваем направо. Здесь туалетные комнаты. Жаль, такие мужские. Здесь же ресторан а-ля карт. Можно сюда прийти вместо ужина. То есть вы можете сюда прийти под записи, мы бы не приходили даже без записи. Здесь а-ля карт меню. Но если вы пришли в этот ресторан, то уже пойти в снова ресторан, а ужин его не можете. Также здесь бар, в котором тоже очень удобно посидеть. Этот бар тоже работает. Посидение все включено. Напитки, которые входят в систему, все включено. Мы показывали в наших ежедневных видео. Можете идти посмотреть. Но здесь очень приятная атмосфера. Очень приятно вечером вот так вот посидеть. Такой восточный стиль. Также здесь есть магазинчики. Вот. И сюда, если дальше мы пройдем, тоже здесь можно посидеть. Это все территория бара, ресторана. Вот там ресторан. В ресторан мы тоже ходили. Можете зайти, посмотреть видео из-за ля карт ресторана, как мы там были. Магазинчики. И вот здесь тайный лифт, который ведет в спортзал. Именно на этом лифте можно подняться в спортзал. Ну, сейчас вам подниматься мы пока не будем. А, пойдешь уже? Значит, пойдем поднимемся в спортзал. Я думала, тебе... Нет, ну я со всеми с ними покращалась. Так, в спортзал у нас ведет лифт М. Ну, не лифт М, а этаж М. Потому что этаж С, это спортзал. УГ, это, получается, нижний этаж, зона лобби. Ну, вот. Да, да, да. И ресепшн, и выход на бляж. Да, да, да. Ну, я-то вернемся. Заходим в спортзал. Здесь есть водичка. Санспортзал не очень большой. Вот. Но основные дренажерные, скажем так, аппараты. Стоят. Есть несколько беговых дорожек, есть велотренажер, есть силовые тренажеры. Вот такой вот он небольшой спортзал. Вот. Здесь же есть полотенчики, можно взять. Также есть туалетная комната отдельная. Вот сюда вот. И также здесь есть весы. И если кому-то надо проверить, насколько он наел, то весы здесь. А вот еще очень интересная. Да, это аптечка, кстати. Я такой впервые ехала. Да, очень много. Здесь и кластыри, и бит-1. Да, нет и виду, а очень хорошая аптечка. Какие-то пады. Не знаю, надо посмотреть, что это такое. В общем, спортзал. Спустились обратно вниз. И идем назад. Сейчас мы вернемся в зону ресепшн, в зоне лобби. И продолжим съемку. Мы вернулись в зону, получается, лобби ресепшн. Вот три лифта, которые работают на этаже с номерами. Так на них может подняться спа. Это лобби-бар. А пирожень, которые здесь находятся, они вне зависимости от того, какая у вас система, всегда платные. Даже в системе все включено, они будут платные. Но при этом вы здесь спокойно можете взять себе напитки. Система все включена. Ходят вот эти вот напитки. В неогонимичном количестве вы берете. Единственное, чтобы вас не пугало, вам все равно придется за все расписываться. Не пугайтесь, в конце у вас не должно быть счета, хотя расписывайтесь в чеках со счетом. А также здесь можно купить. Да, также можно приобрести вот такие вот бутылочки с именем отеля. А еще здесь потрясающая посуда. Вот такая вот. Тоже можно ее приобрести. А в номерах она стоит. И с нее пьем чай, кофе. Очень-очень вкусно. Так, туда выход на пляж. Если мы с вами выйдем, немножко вам покажу еще зону лобби. Здесь также можно отдохнуть, посидеть, расслабиться, выпить приятный коктейльчик. В жару очень хорошо переносится здесь все, потому что на улице, конечно, жарко. Вот, обычно здесь проходит также инфо-встреча с гидами, в которых мы приехали. Это еще один бар. Но, честно говоря, мы там ни разу не были, поэтому не можем сказать, что это за бар. Так, надо сказать, что он открыт. Сюда даже можно зайти, посмотреть. Вот, но я не знаю, что это за бар, что здесь можно заказывать. Да, курительная комната. А, да, скорее всего здесь пахнет табаком, курительная комната. Да, здесь видно, вот, курительная комната. Здесь курят кальян, и здесь, наверное, можно курить сигары. В общем, идем обратно и выходим в зону пляжа. Вернулись к бару, поворачиваем, и выход на пляж. Здесь представители сидят по ювелирке Кожи Неку. Можно к ним подойти, они покажут, что в магазинах. И так же, как в Турции или в другой стране, можно уехать в большой магазин, чтобы купить. Иногда так нужно, что они никогда ни к кому не пристают. Да, это очень-очень. Они могут рассказать что-то, но не пристают, это очень комфортно. И выходим, ой, шарко, на зону пляжную. Это также зона лобби, но здесь, конечно, за счет того, что зонтиков нет, днем просто нереально сидеть. Можно свариться вкрутую, вкрутую. А вот вечером очень приятно. Видела, так же здесь курят кальян, но кальяны в отеле довольно-таки дорогие, скажем сразу. Вот здесь берется полотенчики. Полотенца можно брать сколько угодно. Никто никого не ограничивает. Единственное, что нужно будет обязательно расписаться. Вот здесь вы пишете фамилию, пишете номер комнаты и все. И количество. Да, и количество. И ставите подпись. Все, меньше, ничего не надо. И вам выдают полотенчик сколько вы хотите. И менять форму сколько вы хотите. Да, то есть в этом плане тоже очень-очень комфортно, очень удобно. Зона пляжа очень большая. В какое время вы не пришли, всегда лежаков можно найти. Но единственное, что возле бассейна лежаки занимаются достаточно так активно. Когда люди приходят рано, здесь очень жарко, люди начинают приходить на пляж в 6 утра и потихонечку занимаются на джакузи. Да, это зона джакузи. Здесь разрешено быть только взрослым. Детям сюда нельзя. Это общий бассейн. Здесь можно и детям, и взрослым. И дальше, получается, уже пляжная зона идет. Бар, бабуль бар, он платный. Даже если система все включена, если вы туда зайдете и попросите себе какой-то коктейль, вы за него в конце заплатите. Но при этом с 11 часов утра начинает работать система все включена. Здесь ходят официанты, подходят. А, да, вот сейчас он будет проходить в глобом. Он разносит напитки. Он к каждому подходит. Вы ему можете сделать заказ из того меню, что относится к системе все включено. И он вам также принесет это из этого бара. Но это уже будет бесплатно. Хотя в чеках вы распишетесь. Здесь расписываемся в чеках практически всегда, не считая завтрака. Только за завтраком мы не расписываемся в чеках. Потому что за напитки. Да, во все остальное время нужно расписываться в чеках. Но у кого система все включено, если не заказывают из того меню, что включено в стоимость, эти чеки потом в финале обнуляются. И вы все равно платить ничего не должны. Очень хорошо для тех, у кого нет системы все включено. Здесь диспенсер для воды. Для самообслуживания. Можно набирать воду бесплатно, сколько вам угодно. Вода с газом, вода без газа, с различными вкусовыми добавками. Подходите, все достают стаканчики. Набрали и пошли себе на лежак. Никто вас не ограничивает. Это бесплатно для любой системы питания. Вода очень. Да. Получается, зона бассейна. И здесь уже сразу начинается пляжная зона. Пляжная зона не очень большая у отеля. Но, в общем-то, как видите, лежаков достаточно в зонечках. Достаточно сегодня с волна. Утром вообще было как стекло. Но, в общем-то, начиная от волнореза номер раз и заканчивая вот этим волнорезом, пляжная зона на этом заканчивается. И вид с пляжа на отель. Сейчас мы с вами вернемся уже в отель, о чем продолжим съемку. И поднимемся в зону спа. Не доходя, скажем, до там, где полотенце выдают. Здесь есть теннисный стол. Ну, я не знаю, мне кажется, днем в нем нереально играетесь, только вечером. Также вот здесь, хотели еще сказать, есть детский клуб Kids Club. И, да, и Kids Club он называется. И Changing Room это комната для переодевания. Вот туда вот вниз детская комната. Сейчас с вами спустимся, посмотрим ее. Вот такой вот спуск, как в пещеру немножко спускаемся с вами. Но здесь дети находятся своими родителями. Да, да, да. Но здесь нет анимации совершенно. Поэтому, скажем так, развлекать ваших деток, кроме вас, они, если кто не будет. Ой, как интересно. Такая прям пещерка-пещерка. Спускаемся вниз. И, судя по всему, сюда заходим. Да. Вот она детская комната. Здесь можно в песочке поиграть. Здесь даже есть детский бассейн, совсем для малышей под навесом. Вот такой вот. И, ну, такие небольшие, скажем так, развлекалки, как горка, какие-то качелки, качельки. Ну-ка, опять-таки, днем здесь, конечно, жарковато будет. Но вот здесь вот можно посидеть в тенечке, посмотреть за вашими детьми, пока они играют. А, даже есть комната внутри. Вот такая вот. И даже есть, где ваши детки могут вздремнуть. Есть телевизор, можно мультики какие-то посмотреть, еще что-то. Эй! В общем, неплохо. Есть, где провести время вашим деткам. Так, зашли в зону спа. Этаж С. И идем. Нас привели в женскую часть. Также привелась она в женскую, в мужскую часть. Здесь есть... Ой, чуть не упал. Вот такая вот косметика, которая так можно после сауны. И даже можно запрать электронные диски есть. Правила пользования раздевалкой. Отель несет до убытки, связанные с пользой в раздевалке. Сейф. Ну, это просто, да. Салфеточка. Также есть фен. И в каждом, получается, боксе есть полотенчик. Вот такой вот. Есть трусики, если я правильно поняла. И шапочка. Так. Здесь есть душевые. Наверное, душевые или туалет. А, это комната для переодевания. Есть также сушка для купальников. Тоже здесь есть. Это душевые. Душевые и туалеты. Для полотенчиков сбросить. Там туалет. Да. А дальше идут сауны. Вот такой вот. И? Да. И комната сауны. Вот здесь лед. И тут холодные полотенчики. Класс. А вот камень есть, чтобы я полировать горячий. Есть, наверное... А, это типа тропического душа, наверное. Вот. Получается, вот такая вот сауна. Раз. Это прям вот... Ну, как бы, мокрая сауна парная. А это... А это типа хамам, наверное. Даже не знаю, что это такое. Ну, наверное, камень сейчас попробую. Теплая. Нет, холодная. Не знаю. В общем... Может быть, я сделаю хамам? Может быть, да. Вот, получается, из комнаты перед диванем там, где сауна и хамам. Вот здесь вот можно сделать маникюр и педикюр. Вот. Здесь же парикмахерский зал. А вот здесь вот потрясающая комната отдыха с коврами. Лежит, наслаждается. Здесь можно чай заварить, отдохнуть, выпить водички. Какая-то косметика, задь, финики. Еще суть косметика. Ну, не косметика, процедура, а стоимость процедур. Все проценты в скидке. Летние предложения, между прочим. Это для тела и для лица, наверное, судя по всему. Ну, 50% скидки, это хорошая такая стоимость. Вот такое вот предложение есть. Ну вот. А главное, здесь потрясающий вид на море. Ну, 50%. Возвращаемся на выход, я иду теперь, вот здесь комната массажа и даже есть сьют, видимо несколько комнат может быть там для компании. Ну вот такое вот видео обзора отеля у нас получился. Надеемся это вам было полезно, вам это понравилось и внесло какую-то ясность для вашего выбора. Мало ли может вы хотели что-то выбрать, а не знали что. Теперь вы больше знаете об этом отеле. Тем более, что вот такого вот обзора уже и не было. Ну да, мы по крайней мере не находили, поэтому старались сделать максимально полезным, максимально информативным. Надеемся вам это понравилось. Если что, поставьте пожалуйста лайк, это будет нам очень-очень приятно и поможет в продвижении нашего канала. Ну а на этом мы с вами попрощаемся, пожелаем вам обычный крем, чайшего здоровья и хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаемся. Пока-пока!